Путешествовать по Казахстану Путешествовать по Казахстану? Здорово! Даже в такую погоду. Кому-то нравится просто валяться на диване и много кушать. Кому-то и вовсе лыжи подавая, другие прелести активного отдыха. Кто-то любит просто смотреть, гулять и знакомиться с новыми людьми. И хотелось бы найти такое место, где всем будет комфортно. И знаете, что скажу? Такое место всегда рядом. Долго искать не придется. Здравствуйте, такси. Доведите меня, пожалуйста, до самой теплой и комфортной гостиницы. Нет проблем, садитесь. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Доехали быстро. Ведь в Астане и в Алма-Ате мы оставили пробки. Первый вдох. В воздухе так и веет история. Добро пожаловать в город-музей. Мы в Таразе. Сегодня в выпуске. Самая романтическая отечественная лав-стори за последнюю тысячу лет. Успеть познакомиться с древним Таразом за один день легко. Проедем с ветерком. И ситуация, когда любой гость города оказывается на высоте. В буквальном смысле слова даже дух захватывает. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Желевете. Но чтобы почувствовать эту фразу, не обязательно ехать в далекую итальянскую Верону. В наших широтах жили люди, чья личная жизнь по накалу стрясти ничем не уступает Монтеки и Капулете. Эта древняя земля стала свидетелем несчастной любви, которая превратилась в легенду. А свое материальное воплощение обрела в великолепном памятнике архитектуры и месте паломничества Мавзолея Айшабиби. Мавзолей Айшабиби находится в одноименном селе 18 километров от Тараза. Самый простой способ добраться до него в такси, так я и сделала. Однажды Батыр Карахан влюбился в девушку по имени Айшабиби, дочь заклятого врага. Не надеясь получить благословение отца девушки, Карахан ворвался в аул, схватил возлюбленную и умчался прочь. Отец девушки направил след стражников и приказал убить обоих. Долго бежали влюбленные, спасаясь от погони. Устав за несколько дней непрерывной скачки, девушка решила искупаться в реке Ассу. Но стражники отца подложили в головной убор девушке Саукеле маленькую степную гадюку. Айшабиби вышла из речной воды и стала одеваться. Тут и ужалила ее змея. Девушка потеряла сознание. Тогда Батыр Карахан поднял ее на руки и понес ближайший аул к Муле, чтобы тот благословил их. Всего несколько минут длилось их семейное счастье. Айша умерла на руках Батыра. В тот же час Карахан поклялся любить ее вечно, на том месте, где умерла Айшабиби. Позднее, в XII веке, был построен мавзолей. Рядом с ним и Карахан нашел свое последнее пристанище, чтобы после смерти быть вместе с любимой. Кстати, сюда приезжают женщины за благословением в семейном счастье. Это немного странно. Любовь-то была несчастной. Но, тем не менее, Айшабиби считается покровительницей возлюбленных. Существует огромное количество легенд об Айшабиби и Карахане. И я для себя выбрала самую романтичную. И теперь только вам решать, в какую из них верить. От места погребения Айшабиби до мавзолея Карахана ехать долго не пришлось. Мавзолей Карахана расположен в центральной части Тараза, на пересечении улиц Тулеби и Байзак-Батыра. Люди связывают легенды эти два архитектурных объекта. Хотя, по сведениям историков, сооружен он над могилой одного из представителей династии Караханидов в 11 веке. Но тот ли это Карахан из Love Story, неизвестно. Но вы тут не разрушить религиянт смотрите, а программу «Большая страна». Наслаждаемся ее красотами. И за информацией обратимся к специалистам. Вот пока я ехала к вам, я столько красивых и интересных мест видела. Но, к сожалению, у меня всего один день. Какие места вы посоветуете в первую очередь посетить в Таразе? Город Тараз – это исторический город. И здесь много можно что посмотреть. Но самые выдающиеся памятники – это средневековые архитектурные мавзолеи. Уникальный памятник мавзолея Айшабьюби. Интереснейшая история мавзолея Карахана. И в нашем городе уже функционирует областной краеведческий музей. История которого насчитывает 85 лет. Вот эти объекты нужно посетить туристам в первую очередь. Ну а также сейчас создается археологический парк «Тревний Тараз». Ведутся раскопки на интересном каменном городище Акартас. Ведутся археологические иллюстрационные работы на многих городах Великого Шелкового пути. Так что очень большой объем работы проводится по воссозданию историко-культурного наследия. Ну а мавзолея Карахан. Здесь, конечно же, уникален сам памятник, что внутри этого мавзолея сохранилось средневековое надгробие одного из правителей династии караханидов. Это XI-XII век. Это время, когда Тараз достиг пика своего могущества. Сам мавзолей, конечно же, до нас не дошел в первозданном виде. Буквально в начале XX века этот мавзолей уже лежал в руинах. От него сохранился только лишь фасад. Это наружная стена. Местные жители почитали этот мавзолей как захоронение святого. Они его так и называли – Аулие Ата, святой старец. В письменных же источниках мавзолея упоминается под названием Карахана. Невероятная красота. Мавзолей Карахан представляет собой квадратное сооружение с куполами. Состоит из центрального зала и трех небольших угловых помещений. Четвертый угол мавзолея – занят лестницей, ведущей на крышу. Тысяча лет этому гениальному творению древнего Тараза. Для посещения мавзолея девушке обязательно нужно одеть платок. А у меня кепка. И не забудьте захватить с собой фотоаппарат. Обещаю, фотки будут прекрасными. Теперь для закрепления результата, чтобы уж наверняка почувствовать древнюю историю Тараза, обязательно нужно посетить музей, который находится на площади города. Эх, опоздала. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, знаете, что все музеи в Таразе работают до шести вечера. Поэтому заранее спланируйте свой день. Хоть и не успела в музей, зато попала на городской концерт. У нас население в Таразе, по последним данным, более 320 тысяч человек. И сегодня, мне кажется, полгорода собралось здесь, чтобы насладиться живой музыкой и танцами. И яблоку негде упасть. Вообще, я нахожусь на площади города Тараз. Тут такая атмосфера, охота танцевать, прыгать. Супер! Я замечательно провела этот день. Что мы узнали? Тараз – древнейший город Казахстана. Возраст города по письменным источникам определяется в 2000 лет. В общей сложности здесь есть 6 памятников археологии, 13 памятников историй, 53 памятника архитектуры и градостроительства и 7 памятников монументального искусства. Тараз очаровал меня своими удивительными легендами и грандиозными сооружениями. Ну и, конечно же, покорил меня веселым гостеприимным нравом своих жителей. Тараз, я люблю тебя. Еще увидимся. Тараз, я люблю тебя. Тараз, я люблю тебя.